— По поводу кризисов и по поводу случайностей и этих аномальных больших результатов. Насколько матч, вообще может ли матч, закончившись с насчетом 1-4, ну, про Сити Спортинг, быть случайностью? Бывают ли случайные поражения 1-4? — Конечно, бывают случайные поражения 1-4. — Это поражение Сити случайное? — Это поражение Сити сложно для трактовки. С одной стороны, у нас был продолжительный отрезок, где Сити играл хорошо. Вот мне кажется, сейчас у Сити 3 поражения подряд, но это все 3 разных матча. Против Тоттенхэма это ужасная игра Сити, но Сити сильно ратировал состав. Такую отмазку там можно использовать. Против Борганта это просто ужасная игра. И, по-моему, даже Пеп это признал, и тут никаких правданий быть не может. Против Спортинга Сити играл лучше и хорошо. О, значимый отрезок этого матча. Но в то же время, когда их начали наказывать, их начали наказывать не за какие-то случайные проблемы, а за проблемы, которые в последнее время у них в той или иной степени прослеживаются постоянно. И вот как раз-таки можем вывести картинку со Sky Sports, где допущены удары после быстрых атак. Вот там мы можем наблюдать, что Сити с огромным отрывом лидирует. Ну, как бы лидирует в кавычках. Тут мы взяли данные у Sky Sports, и они сделали такую небольшую манипуляцию, на которую мы, по-моему, обратим внимание, это во всех турнирах. То есть у Сити еще и матчи больше сыграно. Но все равно команда такого уровня и команда, которая так мало допускает ударов в принципе, не должна такую пропорцию и так много в абсолютных цифрах пропускать именно после быстрых атак. Это прямо явная проблема. И тут, конечно, очень легко. И в целом, мне кажется, правильно выстраивается гипотеза про то, что ой, Родри не хватает. Единственное, что нужно уточнить, его не хватает в двух фазах. Это и то, как Сити, и в какой момент Сити теряет мяч. То есть насколько часто случаются необдуманные потери. Потери, где риск потери не перевешивал потенциальных выгод от такой передачи. То есть то, что называется правильной диктовкой ритма, если это было не поле, которое выдавал Родри. Ну и непосредственно, когда уже кто-то косякнул, как ты реагируешь на потери. Это вторая часть того, где появляется нехватка Родри. Мне кажется, это действительно, как бы это не звучало банально. Это главная проблема Сити прямо сейчас. Без Родри, сюрприз-сюрприз. Трудно играть, когда у тебя нет лучшего игрока мира. Но в то же время, наверное, пришло время задавать вопросы к Пепу по поводу того, как он подменяет Родри. Сотрывом главный вариант – это просто пробовать на этой позиции Матео Ковачича. И кажется, это прямо сильно не работает. И Ковачич удовлетворяет, на мой взгляд, две эти проблемы. И то, какой у него риск продвижений и потерь. И то, как он реагирует на потери других футболистов. То есть он и с диктовкой матча не справляется, как мне кажется. У него хорошая точность передачи, но это не всегда оптимальные передачи. И из-за этого вся команда по-другому располагается, по-другому строит позиционную атаку. И реагирует он, конечно, хуже, чем Родри. Поэтому я бы тут посмотрел на другие варианты. Может быть, это будет Гюндаган. У него есть опыт игры на этой позиции. А может быть, это будет вариант с двумя четко выраженными игроками в этой зоне. Может быть, Пепп еще что-нибудь новое придумает. Я помню, когда-то у него был эксперимент с КДБ на позиции опорника. Но в очень таких легких кубковых матчах. Но интересно посмотреть, интересно посмотреть, что тут будет. Может быть, у Пепп комплекс использовать уже Гюндагана в опорной зоне. Он первый раз, когда попробовал, проиграл в финале Лиги Чемпионов. Ну, мне кажется, с тех пор он пробовал. И Гюндаган даже какие-то рекорды передач по всей АПЛ обновлял, когда выходил против всяких Хэллор Тайсов. Знаешь, я вот когда думал, как можно заметить... Как можно заметить, одним человеком Родри невозможно. Но вот если решать проблему противодействия контратакам и быстрым атакам, которые ты сейчас показывал, как будто дать тот объем и успевать. Есть один человек, но он, во-первых, сейчас используется на фланге. Во-вторых, с точки зрения продвижения мяча и контроля ритма при владении даже не Ковачича. Я про Матэушанунишин. Ну, то есть, мне кажется, объем оборонительный он мог бы давать и успевать, и подстраховывать, и вовремя контрпрессинговать и так далее. Но вот все остальное... Тут вопросы. По-моему, он сам даже, когда Родри отторвинулся, показывал, поднимал руку и говорил, «Ребят, я готов. У меня такой опыт был и в Урхэмптоне, и ранее». Но Пеп, наверное, посмотрел такой, «Ребят, что ты учил». Нет, у меня в этой системе, по-моему, у него такого опыта не было. То есть, в такой системе, чтобы он не единственного портника играл, если с тремя защитниками назад, то это может быть... Я просто фантазировал в своей голове, кто мог бы потянуть такой объем. Ну, мне кажется, вот он мог бы оборонительный именно объем. Но весь остальной нет, а все остальное важнее все-таки. Потому что сети по-прежнему владеют 65% времени мечом. И в этих фазах человек нужнее. Тукова чуть-чуть и полезнее. Гюмноган полезнее. Риколью из полезнее. А прикинь, прикинь, Пеп зимой берет в аренду бускетца и ставит на колени. Это великая будет вещь. Я рад, что наконец-то попал в твое настроение и придумал то, что тебе понравилось. Или возвращает Филипп Аламу футбол. Еще давай такой предложим вариант. Чего бы нет. Чего бы нет. Так, ну давай к игре более предметно, что ли. Здесь у Сити первый тайм просто вынос. Просто разнос спортинга. И когда Амарим говорит после матча, ну у нас большие проблемы и этот матч был невыдающимся, то он, видимо, первый тайм в первую очередь имеет в виду. Да, он много всего наговорил. И то, что так не сможет играть матч из Рюнайтед, но в любом случае, в любом случае действительно первый тайм, мне кажется, можно спорить только о степени преимущества Сити. Это просто хороший контроль. Ну, они забили достаточно быстрый гол и дальше контролировали максимально уверенно. Либо это даже разнос, как ты сказал. То есть это одно из двух, но это точно в пользу Сити прямо явно. Да, несколько картинок по поводу расположения и структуры спортинга в этом матче. Ты в целом. С высокой, ну не радикально высокой, не такой, как у Барселона, не такой, как у Сити, не такой, как у Брайтона. Линия обороны играет спортинг, но высокой против Сити. Против Сити это очень высокая линия обороны. И вот так пятерка выстраивалась. И до конца матча даже чуть-чуть 4-1 такое случалось. У этого, как мне кажется, несколько целей было у такого высокого расположения. Против Сити они могли быть полезны. Во-первых, это позволяет сохранять некую компактность и более плотным делать центр поля. Потому что у Сити там тот самый ромб с тремя десятками и коучем под ними. То есть как минимум 4 человека. При этом у спортинга по номиналу 2. 2 опорника и 3 нападающих, 5 защитников. То есть тут двукратное преимущество Сити. Вот такая высокая линия обороны защитников, она позволяла это хоть немного, но компенсировать, уплотнять этот центр поля. Плюс, насколько это получалось, не уверен. Потому что передач из этой зоны много было за спину. И это пространство Сити использовал. Особенно в первом тайме. Но и во втором тоже момент создавал, пусть не с такой частотой. Но вторая вещь, и которая здесь скорее работала, это подготовка контратак. Так, вот такое плотное расположение, вот как на этом скриншоте, позволяло и атакующим трем футболистам помогать при обороне средним блоком. Но при этом располагаться не так далеко от чужих ворот, чтобы быстро и убегать в атаке. Собственно, что мы и видели, и в первом тайме был у Декерш момент, когда он не перебросил. То есть нападающие, они и помогают в обороне, вот так компактно располагаясь, при этом не так далеко от чужих ворот. Я еще раз повторил эту мысль. Да, действительно. Ну и плюс еще видно на скриншоте структура спортинга в принципе. Это структура, о которой мы говорили на прошлом стриме, когда начали чаще спрашивать меня про Амарима. Это именно 5-2-3. То есть это именно вот такое расположение. То есть, по сути, две пятерки. Пятерка защитников, это единый механизм. И пятерка игроков, которые закрывают центр. Это сильно отличается от других вариаций схемы с тремя защитниками, потому что у некоторых 5-4-1 они садятся. И у некоторых там 3, потом 5 выдвигаются в латерали. У спортинга вот именно пятерка такая. И пятерка перекрыть центр, пятерка, которая действует как цельная линия. И действительно они располагаются, я бы сформулировал так, относительно положения мяча в санку. То есть, это высокая линия защиты, постоянно они держат относительно положения мяча. Абсолютно согласен с твоей трактовкой по поводу цели этого. Это делает их контратаки намного более опасными. И в этом матче это тоже на выходе сказалось. То есть, это на каком-то этапе скорее Сити их переигрывал за счет такого расположения. Но спортинг тоже в достаточно рискованной манере в итоге начал свои моменты во втором тайме создавать. Так что да, это вполне типичная стратегия Амарима. И тут она здорово сработала. Да, но и к чести, вот еще одна картинка уже из 80-х минут. Ну, концовка матча уже 4-1, но даже в такой ситуации спортинг не садится, не прижимается в свою штрафную, а держит струй, что называется. Ну, это просто как иллюстрация веры в идею и счет даже против Сити психологически не ломает. Спортинг, болельщик, мы честно на этот, продолжаем верить. Да, компактность это, конечно, то, что очень важно для Амарима и он этому команду, конечно, обучает просто на каком-то феноменальном уровне.